Всем привет и добро пожаловать в игру Dead by Daylight в Храм Тайн, где произошло очередное обновление навыков и на этой неделе доступны следующие навыки. Для маны доступны навыки Отзвуки Крови, навык Они и Выхода Нет, навык Трюкач. А для Выживших доступны навыки Техник, навык Фэнг Мин и Световая Граната, навык Леон Кеннеди. Следует отметить, что Леон покупается за реальные деньги, либо за золотые клетки, что соответствует реальным денежкам, а все остальные игроки, герои, будь то Трюкач, Они или Фэнг Мин, все они открываются за радужные осколки, являются условно бесплатными, поэтому следует покупать навык Световая Граната. А вот остальные навыки стоит подождать, подкопить радужных осколков, купить персонажей, прокачать и открыть все их навыки. Это будет намного полезнее, нежели тратить радужные осколки просто на отдельные их навыки. Что же касается по навыкам, выхода нет. Навык Трюкач. Вы не пустите вип-зал, а бы кого и не выпустите. После первого подвешивания высшего на Крюка выхода нет, получает жетон, когда на ворот подается питание, навык выхода нет, активируется. Если высший использует рубильник ворот, вы слышите громкий звук, громкий звуковой сигнал, сущность при этом блокирует рубильник на 12 секунд и дополнительно еще на 12 секунд за каждый жетон, который у вас есть. То есть, грубо говоря, если у вас быстрый ман, вы сможете добежать до ворот и поискать выживших. Может быть, даже найдете прямо сразу, не придется искать. У вас будет звуковой сигнал, вы будете понимать, что кто-то там рядом точно находится, может быть, даже не один выживший. Ну и, соответственно, рубильник ворот будет заблокирован на определенное время, в зависимости от того, сколько у вас жетонов. За игру, по-моему, максимум можно 4 жетона набрать, если я не ошибаюсь. То есть, грубо говоря, примерно 48 секунд, на 48 секунд блокируются ворота. Это времени, ну, относительно достаточно. Плюс можно использовать в совокупности навык, например, я не помню, чей это навык. Там есть навык какой-то, который замедляет открытие ворот. То есть, по-моему, навык Фредди Крюгера, если не ошибаюсь. Если в совокупности с ним использовать этот навык, то получается мало того, что вы блокируете ворота на открытие, а плюс, когда их кто-то начинает открывать, если никакого ускорения навыка на ускорение открытия ворот нету, то, в принципе, они еще и открывать будут ворота очень-очень долго. Вы можете по-любому кого-то поймать, найти и поймать. Поэтому, в принципе, навыки относительно прикольные, но вы теряете, грубо говоря, слоты на другие навыки, которые вам могут пригодиться во время матча непосредственно в погоне и в нахождении выживших. Поэтому все зависит от игры, от вашего скилла, от мана, за которого вы играете, от карт, которая вам досталась, но и от команды, против которой вы играете и что у них за навыки. Потому что, на самом деле, сейчас такое огромное количество всяких вообще совершенно разнообразных навыков, которые контрят друг друга, либо, наоборот, вообще бесполезных навыков, которые, по большому счету, никаким образом вам не помогают в игре ни за выжившего, ни за мана. Опять-таки, все зависит от того, какие навыки будут у противоположной стороны. В общем, данный навык, он блокирует ворота. Если вы повесили 4 выживших, вы получаете 4 жетона, соответственно, вы получаете задержку на плюс 48 секунд. Если вы повесили только 1 выжившего, ну, вы получаете только 1 жетон, соответственно, будет звуковой сигнал. Ворота заблокируются, но ненадолго, и вам нужно будет срочно быстро бежать туда, если вы уже за кем-то не гоняетесь, и пытаться кого-то найти и поймать. Но, опять-таки, здесь все сложно, насколько ворота далеко заспавнились. Если они на противоположной стороне карты, далеко друг от друга, соответственно, не факт, что кто-то, кто пытался открыть ворота с этой стороны, останется. Совершенно вероятно, что кто-то, наоборот, останется, может быть, даже все, и будут ждать, пока вы уйдете, и начнут открывать ворота. Может быть, у кого-то есть навык для ускорения открытия ворот, либо для помощи, чтобы кто-то другой из тиммейтов побыстрее открыл ворота. В общем, в результате понятно, что навык дает. Как я уже сказал, прикольно, на самом деле, использовать с навыком Фредди, если я правильно помню, который еще замедляет процесс открытия ворот. То есть, получается, довольно-таки долго это все происходит. В общем, у вас будет прилично времени, если во время матча вы не теряли время и все-таки повесили, потому что там тоже навык настакивается, и, по-моему, тоже максимум 4 жетона. Ну что ж, переходим к следующему навыку, отзывку Кирови. Более одного передается и другим. Когда Выжжий попадает на крюк, все остальные раненые Выжжие получают эффект кровотечения и усталость на 45 секунд. Время восстановления Озаку Крови 70 секунд. Ну, в принципе, такое себе удовольствие. В целом, наверное, в какой-то степени прикольно. Все остальные раненые Выжжие получают эффект кровотечения и усталость на 45 секунд. То есть, грубо говоря, следы крови появляются. Если это какая-нибудь карта, где травы немного и земли нету, в принципе, прикольно. Вы можете найти следы какие-то. И благодаря этому, возможно, кого-то отследите и найдете. Плюс усталость. Они не смогут бегать, они не смогут использовать навыки никакие, которые зависят от усталости. То есть, не смогут использовать там спринт, например, плюс баланс и так далее. То есть, грубо говоря, получается, этот навык, ну, дает вам небольшое преимущество перед Выжжшими. То есть, они будут обычными пешими персонажами, которые не смогут никаким образом ускориться и от вас побежать. В принципе, довольно-таки неплохо, но, опять-таки, в зависимости от того, где они будут, насколько далеко они будут, что за карта будет, ну и так далее. То есть, нюансов тоже много, зависит от вашего скилла и от команды, против которой вы играете. От скилла игроков в команде, если это вообще команда, не команда, ну, имеется в виду команда друзей, собранная команда, или это соло игроки. То есть, тут, на самом деле, много всего влияет. Но навык такой себе, то есть, не самый лучший, сильный, популярный. Тут, в принципе, грубо говоря, игроки получают кровотечение и усталость. По большому счету, это вам может вообще ничего не дать. Ну, кто знает. Если я не прав, напишите в комментариях, почему этот навык хорош и с какими другими навыками, в какой связке вообще его можно использовать. Тогда рассмотрим. Может быть, даже с ним можно будет поиграть. Что ж, переходим к навыкам выживших и смотрим, что у нас сейчас есть. Начнем, наверное, с навыка Фэнк. Техник. Вы способны аккуратно и безошибочно обращаться с техникой, в радиус, в котором можно услышать звуки починки генератора, который вы заводите, сокращенно на 8 метров. При провале проверки реакции произойдет следующий генератор, не взорвется, генератор будет терять прогресс с обычной скоростью, будет потеряно еще 5% прогресса. В принципе, просто вы не хлопнете генератор, взрыва не будет. Соответственно, тише. То есть, ман может не услышать ген, если вы где-то там в стране, например, заводите. Если это не какая-то закрытая тихая карта. Вот. Плюс какие-нибудь другие звуки громкие происходят. Соответственно, вы можете относительно безопасно сидеть и заводить ген. Плюс, грубо говоря, если вы промахнетесь, если у мана будут какие-нибудь навыки на ускорение скиллчека, на бесшумное появление скиллчека, ну и так далее. То есть, навыки Анны, охотницы или какие-нибудь другие навыки. То вы, в принципе, просто хлопнете. Ну, ген просто дернется бесшумно. Потеряет процент прогресса, починки. И, в принципе, все. И дальше вы сможете чинить преспокойно. Либо просто отползти в сторону. Уйти, убежать. Ну и так далее. То есть, грубо говоря, очень хороший навык для новичков, для более умелых игроков и для профиков. Наверное, никто этот навык не использует. Я могу опять-таки ошибаться. Напишите в комментариях, если вы знаете, в чем секрет данного навыка. Какой-то еще. И, например, как он, с чем он будет гармонировать хорошо, с чем он будет хорошо сочетаться, с какими навыками. Может быть, действительно, вы знаете что-то такое интересное, что можно будет попробовать связку, например, поиграть и посмотреть, как это работает. Пока переходим к следующему навыку. Световая граната. На самом деле, этот навык уже появлялся, точнее, в Храме Тайн. И огромное количество людей, игроков его себе купило. Собственно, не то, чтобы купило. Был прям наплыв такой, после того, как он появился в Храме Тайн. Прям чуть ли не каждый второй играл со световой гранатой. Это было жестко, но, в принципе, норм. В результате, если у вас вдруг нету Леона и нет световой гранаты, можете прикупить себе. Довольно-таки неплохой навык для мансеров. То есть, для тех, кто мансит, для тех, кто не умеет мансить, пользоваться навыками подобного рода, тогда не очень здорово. Для мансеров, наверное, самое топ. Потому что фонарик, световая граната, фонарик, какие-нибудь навыки на пролом там и так далее. Это прям самое то, что нужно мансеру для того, чтобы издеваться над игроком, который играет за маньяка. Ну и, собственно, помогать своим тиммейтам, спасать, ну и помогать себе не попасться в лапы мана. Так что навык довольно-таки забавный. И, в принципе, его относительно часто можно встретить в игре. Ну, как я уже сказал, особенно если это играет команда, либо в соло какой-нибудь суперманстер, которому вообще команда не сильно интересна. Ему интересно просто вызвать мана и помансить. Вот. Так что, по большому счету, ну, в любом случае, есть определенные условия для того, чтобы получить этот навык. Давайте-ка я прочитаю, на самом деле, про этот навык, потому что я даже не прочитал, ничего так не рассказывал. Вы приспособились к общему хаосу и научились мастерить полезные исхлама. Когда прогресс починки любого генератора достигает 60%, становится доступна световая граната. Залезьте в шкафчик и нажмите кнопку активной способности. Чтобы сделать световую гранату, один заряд взрывается с грохотом и вспышкой света. Подает звуковой сигнал. Можно использовать для отвлечения или ослепления. Сбегая из матча, вы не берете гранату с собой. Окей, понятно, граната только на матч. Соответственно, можно ее несколько раз делать во время матча. Когда прогресс починки любого генератора достигает 60%. То есть, грубо говоря, вы не должны чинить, насколько я понимаю, раньше вы должны были чинить генератор. После починки генератора, а теперь прогресс починки любого генератора достигает 60%. И вы можете сделать световой гранат. То есть, грубо говоря, изменили возможность получения световой гранаты. И, в принципе, все. Вот такие вот, на самом деле, навыки на этой неделе в Хроме Тайна. Мне кажется, световую гранату по-любому надо покупать. Если вы не планируете покупать Леона, открывать, ну, поскольку это платный персонаж. А вот все остальные навыки я бы не советовал покупать. Кстати, световая граната стоит 4000 рожженных осколков. А раньше, наверное, потому что она зеленая. То есть, это второй уровень. Если бы она была первого уровня, скорее всего, она бы стоила меньше. Ну, честно сказать, я не знаю. В любом случае, мне кажется, она у меня просто есть. Поэтому, хотя тоже сомневаюсь. В любом случае, я бы советовал покупать только световую гранату. Поскольку это платный персонаж, навык платный персонаж, все остальные. Просто добывайте, копите радужные осколки. Собственно, открывайте персонажи, прокачивайте, раскачивайте. И открывайте все их навыки, но не покупайте их в Хроме Тайна. Тем не менее, навык выхода нет. Вполне себе играбельный, интересный, забавный. По поводу отзыва крови я уже сказал. Техник тоже для новичков в основном. Для профиков и продолжающих уверенных игроков он, мне кажется, тоже не нужен. Ну, а если я в чем-то не прав и вы знаете что-то такое, что, в общем-то, не боитесь рассказать и, наоборот, хотите поделиться секретами использования разных навыков, пожалуйста, welcome, добро пожаловать в комментарии. Ну, а на этом, пожалуй, и все. Всем спасибо за просмотр. До следующих видео. Всем пока. Увидимся в тумане. Увидимся в тумане.